Здравствуй, Стив! Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами Скелетор, и это уже 61 выпуск моего города в Майнкрафте. Ну что же, сегодняшнее обновление. Это парк аттракционов и новое жилое здание. Ну что же, давайте же посмотрим в начале парк аттракционов. Вот, находится он тут прямо около станции метро институт, вот, хотел сказать, инструмент. Ну вот так выглядит, в принципе, у нас парк извлечений, согласитесь, получился небольшой. Тут имеется пара аттракционов. Ну вот, давайте же зайдем внутрь. Вот, у нас такой вот простенький вход, тут забором ограничено все, ограждено точнее. Ну вот, когда мы заходим, тут у нас имеется касса, вот, тут можем купить билет на определенный аттракцион. И, также, я тут еще несколько ларьков поставил, где-то, знаете, вот, кидать шарики, заполнять что-то водой. Ну, такие вот, веки аттракционы. Ну, и где там продают мягкие игрушки и так далее. Ну, в принципе, все, что на аттракционах. Ну, такие вот у нас маленькие лавочки. Вот, их довольно-таки много получилось. Ну и вот, в принципе, первый аттракцион, такая классическая карусель. Вот так она выглядит снаружи, в принципе. Вот, вот так она выглядит. Вот, все ровно я сделал. Ну, в принципе, тут у нас заходим мы. Тут у нас сидит человек, который принимает билеты. Не знаю, какая у него должность. Ну, и тут он, в принципе, включает аттракционы и выключает. Ускоряет и не ускоряет. Ну, вот, я тут сидушки сделал, сделать. И решил такие вот сидушки поставить. Ну, в принципе, такая карусель. На ней, наверное, катались уже все. Вот. Такая у нас физическая карусель, в принципе. Ну, вот, следующий аттракцион, это лодочка. Ну, в принципе, тут такая у нас поездка на лодке. Давайте сейчас попробуем. На самом деле, немножко трудно. В реальной жизни было бы легче. Вот, помню, у нас в Питере такие вот стояли. Только тут в виде индейцев. То есть, индейская тема у нас в Питере обычно стоит. Не знаю, как в Москве. Но в Питере это было. Ну, вот, вокруг дерева. Тут простенькая, простенькая такая поездочка на лодочке. Довольно-таки прикольный аттракцион. Так, китаются на лодочке, учиться. Ну, вот, и последний аттракцион. Это, так вот, у нас железная дорога. Ну, вот, на самом деле, получился небольшой такой вот парк. Но, в принципе, сойдет для города. Ну, вот, у нас такая маленькая железная дорога получается. Вот, видите, такие вот у нас развороты разные для запугивания. На самом деле, тут таких экстремальных аттракционов нету. Это, в основном, детский парк. Вот, когда там город увеличится, можно сделать уже большие аттракционы. То есть, или просто отдельные американские горки. Я считался, здесь колесо обозрения. У меня там не получилось. Но много багов было и т.д. Ну, вот, такая у нас поездочка по всему парку. Марка аттракционов. Ну, вот, у нас остановка, конечно же. Тут мы уходим. Счастливые такие. Ви-ви-ви. Ну, и вот, в принципе, это были первые обновления в моем городе. А второе обновление, как я уже говорил, это жилое здание. Вот тут вот так он, в принципе, выглядит. Вот, можно сказать, это бизнес. Бизнес-центр. Точнее, не бизнес-центр. А такое-то у нас, не знаю, бизнес-жилое здание. То есть, тут у нас дорогие квартиры имеются. Такое-то у нас весьма... Весьма... Как этот стиль-то называется... Блин, забыл, короче, как... Ну, минимализм, вроде как так говорится. Стиль типа такого. Вот, только черно-белый еще так выглядит. Ну, в принципе, похоже. То, что... Там, не знаю. Те, кто много получает здание. Может, то за бред, я не знаю, что я сказал. Но так он выглядит снаружи. Всего 12 этажей получилось. Оно выглядело было лучше, если бы... Тут я его увеличил на 5 парадное. Но я его потом скопирую и увеличу где-то еще на 3 парадные. И просто длинным оно выглядит лучше. Ну, вот, видите, тут снаружи дофига балконов разных. Вот. Вот так оно выглядит сверху. Так-то, знаете, вот странно выглядит сверху. Какие-то кубики прямо. Ну, а давайте зайдем, например, в эту парадную. Вот, в самую первую зайдем. Вот. Ну, тут у нас все по стандарту. Какая-то лестница имеется. И давайте зайдем в квартиру, посмотрим, как у нас все устроено. Эмм... А, да, фуф, чуть не перепутал. Ну, вот, тут у нас имеется диванчик. Тут у нас телевизор, где можно посмотреть его. Вот, у нас книжечки имеются. Тут у нас имеется кухня. То есть такая мини-кухня. Тут у нас раковина, холодильник, печка. Книжечки. Тоже можно почитать еще книжечки. Так, я забыл кровать. Я их попробую поставить потом. Ну, вот. Тут у нас ванна имеется с окном. Так прикольно мыться и смотреть в окно. Так, на той стороне у нас туалет. Вот, у нас туалет тоже с окном. Кстати, выглядит довольно-таки прикольно. Отсюда увидеть не классические планировки. Ну, и выход на балкон. Вот, вот так выглядят у нас такие вот виды. Но давайте же, конечно же, лучше поднимемся по традиции наверх. Вот, у нас имеется два лифта. На случай, если один сломается, довольно-таки долго подниматься. Ну, вот, мы поднялись, в принципе. Ну, вот, тут у нас уже согласились более лучшие виды. Вот, давайте отсюда выйдем. И я также еще забрал несколько жилых зданий для увеличения жителей города. То есть таких вот две пятиэтажки. Тут у нас пять парадных, тут у нас шесть. Ну, пока что это были все обновления на выпуск. Выпуск, кстати, я еще забыл сказать, что тут улучшил дорогу. То есть тут добавил немножко травки. И контакт, ну, это вот, лэп, лэп, да, провел. Ну, это были все обновления на данный выпуск. С вами Бискриттор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.